Всем привет, дорогие девочки-рукодельницы! Хочу показать вам свой новый процесс, который я сейчас вяжу. Как вы уже видите, я вяжу себе платье Missoni. Да, я за модой не гонюсь. Эти платья, я думаю, так, что были популярны несколько лет назад. По крайней мере, тогда в ютубе было очень много видео, мастер-классов. Девочки вязали себе такие платья разные и по кругу сверху вниз, и снизу вверх. В общем, по-разному, по-всякому. Но на тот момент как-то то ли мне не хотелось, то ли у меня были какие-то другие планы и процессы. В общем-то, я спокойно относилась, хотя мне хотелось попробовать вот такую вот секционную пряжу. Но, видимо, тогда не пришло еще мое время для такого платья. И в этом году я тоже абсолютно не планировала вязать себе не то чтобы это платье. Вообще платьев в этом году я вязать себе не планировала, так как у меня достаточное количество вязаных платьев, и я их не успеваю носить. Так что этот процесс у меня не запланированный. Так получилось, что я вот сейчас его вяжу. Эту пряжу мне привезла моя мама. Родители приезжали к нам в гости в мае, и мама привезла мне эту пряжу. Она распустила свое платье. Ну, что сделать? Есть вязальщицы, которым очень тяжело распускать вязаные изделия, которые не подошли или не нравятся. Мама у меня очень легко с этим расправляется. Но я тоже особенно не переживаю по этому поводу. Если что-то мне не понравилось или не подходит, я тоже могу абсолютно спокойно распустить изделие. Так вот, для тех, кто хочет посмотреть, что это действительно было платье, оно было связано уже, готово, мама вязала платье это для себя, я оставлю ссылку под этим видео на ролик, в котором вы сможете посмотреть платье из вот этой вот пряжи. Когда эта пряжа была еще другим платьем, где-то два года назад мы с мужем ездили к моим родителям в гости. Мама разрешила мне тогда отснять все ее вязалки, и вот там я как раз показывала вот это платье. Там было, оно было готовое, и мама мне говорила, забери это платье, распусти и свяжи себе платьями с Соней. Я тогда отказалась его забирать и распускать. Мне было очень жалко, и не могу так, свой процесс, свое изделие я распустить смогу. Мамина распустить не было жалко, но она сама его благополучно распустила, и вот через два года она привезла мне вот эту пряжу, и сказала вяжи себе платьями с Сони. Поэтому вот этот процесс не запланированный, но мне нравится, что получается. Очень интересно, красиво ложится пряжа, ложатся вот эти секции, и я уже довязала практически, наверное, скоро до талии. Сейчас я вам кратко расскажу, что тут, как связано. Я не снимаю мастер классов, их на самом деле много, да и сейчас это платье, наверное, не актуально. Я не знаю, актуально, не актуально, я никогда не смотрю на какую-то там актуальность каких-то моделей. Мне нравится, мне хочется, я беру и вяжу. Но таких видео много, поэтому проблем с поиском не возникнет. Я, конечно, вставлю вам схемку на вот этот вот узор. Тут все просто, поэтому схемку я оставлю для тех, кому она понадобится. Так, давайте я вам сначала пряжу покажу. Вот у меня один моток вот такой вот есть, потому что остальные вот так уже смотанные, так как мама распускала, и вот такой моток целый у меня есть. Это Ализе Дива, всем известная пряжа, о ней говорить много, наверное, не стоит. Здесь в 100 граммах 350 метров. Это микрофибра, турецкая пряжа, вот микрофибра. Так, и где здесь у нас? Вот. И вот колор. Все. Вяжу я на спицах номер два с половиной. И вот я начинала вязать, как вы видите, вообще я вяжу сверху вниз от кокетки. Я набрала 160 петель, то есть я набрала, у меня получилось 16 раппортов по 10 петель. Вот в одном раппорте на схеме в ребре 6 петель, в одном ребре я начинала с трех петель, то есть у меня в одном ребре было по 3 петельки. И я просто постепенно делала прибавки. Я провязала 4 ряда платочной вязкой и потом я начала вязать уже раппорт. Прибавки, значит, я делала просто не провязывая 3 петли вместе. И прибавки я делала в пятом ряду, в одиннадцатом, в семнадцатом, в двадцать третьем, в двадцать девятом, в тридцать пятом. И вот потом, начиная с тридцать пятого ряда, у меня в одном ребре, вот здесь вот в одном ребре, уже было по 9 петель. Я больше не прибавляла, то есть оставила в ребре 9 петель. И с сорокового ряда я начала вязать росток. Я связала кокетку, она у меня составляет, получается, 12 сантиметров. Но это может быть кому-то понадобится такая информация. После этого я отделила рукава. Три раппорта у меня на этом рукаве и три раппорта на этом. Вот я отделила их на булавки и начала вывязывать росток. Значит, у меня распределение, еще раз повторяю, у меня по три раппорта на рукавах и по пять раппортов на спине и спереди. Единственное, что раппорты у меня начинаются с трех вместе. Вот как видите, чтобы вот здесь на подрезе, то есть вот здесь на подрезе, после вывязывания ростка, у меня идет добор на подрез и вот и вот это вот у меня раппорт, то есть начинается он с трех вместе. Это для того, чтобы здесь не было зубца, чтобы здесь была вот такая вот впадинка. Так вот, я связала кокетку, отделила петли рукавов и стала вязать росток на спине. Росток вот сейчас, вот обратите внимание, как здесь, какие секции и на спине, соответственно, у меня вот здесь вот получилась вот такая секция красная, потому что это росток, спинка длиннее на 8 рядов, 8 рядов ростка. Все, провязав росток, я соединилась в круг, как уже сказала, добрав вот здесь с одной стороны и с другой стороны по раппорту и начала вязать тело вниз. Соответственно, вот здесь вот я закончила вязать кокетку на сороковом ряду, то есть с сорокового ряда я связала росток по сорок восьмой ряд и сорок девятого ряда я как бы замкнула вязание в круг и пошла это как бы я на счетчики себе так указывала, чтобы мне понимать в каких рядах я делать буду прибавки, убавки и вот у меня было по 9 петель в ребре, как я сказала, после соединения в круг я так какое-то время провязала несколько рядов и в сорок шестом ряду уже я сделала первую убавку. Соответственно, у меня в ребре стало 8 петель. Следующую убавку я сделала уже в семьдесят шестом ряду, там у меня стало в ребре 7 петель и еще одну убавку я сделала в восемьдесят шестом ряду и у меня в одном ребре уже стало 6 петель и вот теперь у меня такой раппорт каким он выглядит на схеме сейчас вот я практически нахожусь на талии какое-то я сейчас время так еще провяжу по 6 петель в ребре и буду прибавлять делать прибавки начиная от бедер как это будет точно я пока точно не решила изначально я хотела сделать платье попышнее а силуэта мне такие модели идут мне нравится ну а как дальше это пойдет и что мне захочется я конечно вам покажу уже после того как я все это свяжу я сейчас включилась для того чтобы показать вам что какой процесс я начала что я сейчас вижу и для того чтобы не забыть пока свяжу в памяти чтобы рассказать как вот это я вот все до этих пор делала и вязала да и хотела бы сказать что вот это все я наверно где-то вот до этих пор я отпарила сразу отпарила мне нравится как выглядит дива в отпаренном состоянии она такая тонкая струящаяся может быть есть конечно изделия в которых не нужно парить дива у меня у самой есть такое платье в котором я диву не парила здесь я решила отпарить и мне нравится этот эффект она нисколько от этого не пострадала не ухудшилось поэтому и мне так уже проще лучше я уже знаю что это все не растянется а будет таким как это было изначально задумано больше мне сказать на этом этапе пока нечего с вами я прощаюсь до следующего включения и покажу вам потом уже готовое изделие как все получилось вот как у меня все получается но только проблема состоит в том что вот это вот я сейчас все распущу и распущу я наверное где-то аж вот сюда то есть это вот все что я связала я сейчас просто безжалостно практически безжалостно распущу это мне наказание такое я себе такое наказание делаю за то что пора бы научиться делать большую свободу облигания ну вот хочу себя так наказать платье я померила конечно же она я в него вмещаюсь все хорошо муж даже говорит ты что зачем тебе это все распускать ты же уже почти все платье связала но нет уже как бы но не совсем в том возрасте чтобы прям вот так вот было все в облипончик там конечно и дышать можно и все но прям совсем вот все по талии по фигуре я хочу чуть большую свободу облигания и это мне наказание потому как я никак не научусь это делать вроде бы понимаю я головой что надо больше оставлять на свободу облигания но вот не знаю привыкла и вот так вот вязать что примут все чтобы было по фигуре поэтому сейчас я себя я себя сейчас накажу таким вот образом что просто вот это вот всю часть вот которую сейчас как раз показываю где-то вот эту часть я сейчас просто распущу да могла бы уже связать через пару вечеров у меня бы было уже платье готово ну теперь она будет готова не знаю когда и вообще не знаю буду ли я этот кусок видео выкладывать хотя надо бы его выложить чтобы еще усугубить для себя наказание ну и чтобы в принципе показать что ну да и такое бывает бывает да часто но вот тут же вот видно было что да вот вот она хотелось подчеркнуть свою тонкую талию вот подчеркнула сидит конечно это все очень даже ничего вроде бы можно было даже и оставить так все не уговаривай себя берем и распускаем наказание будет такое вот чтоб не повадно было в следующий раз надо будет брать большую свободу увлекания так что вот так вот мои дорогие девочки не знаю когда выйдет это видео даже если вы увидите этот кусочек видео то конечно же платье моё будет уже готово я уже буду показывать ну вот на данный момент сейчас дело обстоит вот так а потом уже конечно же включусь когда все это будет готово расскажу где я делала прибавки вот тут кстати сейчас видно что я прибавки делала вот вот где у меня идут маркеры там я делала прибавки вот не надо было здесь делать слишком много убавок ну как слишком много в принципе то не слишком много но надо было посвободнее сделать так ладно все взяла себя в руки и пошла с хорошим настроением все это дело распускать все девочки до встречи маркиз маркиз давай распускай помогай маме видишь помог такой молодец какой не подсказал маме что надо большую свободу облигания делать давай держит тебя видишь он помогает да помогает так он мне помогает сейчас тут не помогает любитель распуска да маркиз мама решилась распустить до плеч платья ну не до плеч до талии до талии полметра уже меньше убавок сделаешь просто надо чуть-чуть гимнастику на кисти поделать мне же делать то нечего что приходится вот наказывать себя ну а что распускать не вязать раз и распустили он как идет как по маслу да маркиз маркиз кайфует ему нравится нравится тебе да он распускать любит маркиз нельзя ему хватать за нитку вот он и слетит сейчас бы как схватил бы и в рот ну нет выхватит сразу к подтятке да сразу получит и вот сейчас я вам показываю платье готовое мое платье наконец-то за это время я могла бы связать два таких платья это точно может быть еще что-то но вот так у меня получилось платье готово я решила вам показать как оно выглядит сразу после спиц единственное что оно отваренное я его отпарила и вот здесь я еще не сняла маркеры чтобы вам показать где делались прибавки вот здесь 7 прибавок через каждые 10 рядов было сделано и вот такое расклешение получилось на рукавах мне тут пришлось немножечко помудрить так как здесь ну если бы я вязала так как шла у меня пряжа у меня бы не менялись вот здесь вот секции цвета бы не менялись поэтому мне пришлось я вот присоединилась красным цветом красной ниткой провязала 13 рядов красным потом с 14 по 18 ряд я провязала серым мне пришлось конечно же оборвать нитку присоединить серую и провязать серым цветом и с 19 по 22 ряд я провязала присоединила уже вот такую вот белую ниточку и потом я еще провязала 4 ряда платочной вязки и уже закрыла самым простым способом вот так вот у меня получилось такие получились рукава сидит это платье хорошо сейчас я отправлю его в стирку потом высушу в разложенном виде и может быть я еще включусь на минуточку чтобы показать вам как оно выглядит ну мне кажется что оно абсолютно не изменится вот какое сейчас вы видите таким оно и останется ну и конечно же подожду тут через буквально пару дней у нас наладится погода я его отфотографирую на себе и вставлю вам фотографии как это платье выглядит на мне ну вот девочки для вас прошла одна секунда а для меня прошел еще один день я не думаю что вы видите какие-то различия с тем что видели секунду назад платье прошло ВТО я его постирала высушила и оно абсолютно никак не изменилось каким было таким и осталось стирала я его в тазу руками полоскала с кондиционером а отжим на отжим я бросила его в машинку отжимала на 1000 оборотах в будущем я буду стирать его в машинке в стиральной полностью потому как ему абсолютно ничего не будет всегда свои изделия первоначально я стираю руками а потом уже в зависимости от того знаю известно ли мне это пряжа и знаю ли я что будет с изделием ну вот и все еще одно изделие готово сказать мне больше нечего по этому платью вам я желаю всего самого доброго мира здоровья добра и до встречи в следующих видео пока 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 пока